В Приморье прибыла делегация Социалистического Союза Патриотической Молодежи Корейской Народно-Демократической Республики. В ближайшую неделю гостей из КНДР ждет насыщенная программа, включающая мероприятия во Владивостоке и Хабаровске. Будущее нашей страны, в руках наших корейских друзей будет будущее Корейской Народно-Демократической Республики. То, как они будут воспитаны, какие у них будут ценности, так и будут развиваться отношения между нашими странами. Поэтому цель очень понятна. Отношения между нашими странами сейчас очень быстро развиваются под руководством наших лидеров, президента Российской Федерации, председателя государственных дел КНДР. И вот в этой череде очень важных событий, визитов, встреч, конечно, особое место занимает наша молодежь. Во Владивостоке представители делегации из КНДР совместно с представителями правительства Приморского края и молодой гвардии «Единой России» возложили цветы у вечного огня мемориального комплекса «Боевая слава ТОВ». В составе делегации из КНДР прилетели руководители и представители различных общественных объединений, некоммерческих организаций, образовательных учреждений. Председатель партии Дмитрий Анатольевич Медведев провел антиколониальный форум, который собрал в себя все те страны, с которыми наша страна борется за многополярный мир. Наша задача, наш долг – наладить отношения с молодежными представителями всех этих стран. Отдельная роль и отдельное место здесь занимает наши товарищи с Северной Кореи. Поэтому тот визит, который сегодня происходит здесь, в Владивостоке, это не первый визит, но очень значимый для наших гостей и для нас. Визит молодежи КНДР в Приморье направлен на укрепление и развитие сотрудничества между дружественными странами, отметили участники делегации. Наш приезд сюда и работа совместно с молодой гвардией Единой России должны ознаменовать пятую годовщину проведения первого исторического саммита уважаемого товарища Ким Чен Ына с товарищем Владимир Владимировичем Путиным. Наши лидеры встретились именно в этом городе, в Владивостоке. Отрадно, что и мы смогли посетить Приморский край, то место, где остались следы наших великих вождей. Надеюсь, наш визит будет служить укреплению и расширению дружественных отношений между молодежными организациями правящих партий двух стран. Пять лет назад председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын вместе с губернатором Приморья Олегом Кожемяка также возлагали цветы к вечному огню у мемориала «Боевая Слава ТОВ» во Владивостоке. Поэтому церемония почтения памяти русских воинов в городе Уморья оказалась особенно символичной. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом. Продолжение следует...